и все привет ребят своим стройки записываю новый ролик сегодня я вместе с вами нахожусь на нашем спецаккаунте это бывает очень очень редко сегодня у нас есть определенное событие для этого и сегодня у нас будет полноценный обзор на новую пушку скорпион все эту пушку видели в гонке вооружений я в том числе видос записывал но сегодня нам эту замечательную пушечку выдали в гараж и я уже на своем спецаккаунте ютуберском имею эту замечательную пушку протестируем ее сегодня вместе с вами устройств как таковых у нас до сих пор на эту пушечку нету но они в скором будущем появятся и появится их довольно большое количество разных посмотрим что из себя представляет пушка скорпион посмотрим на ее эффективность да все таки это пушка дальнего боя и на ближней дистанции с ней будет крайне тяжело что-либо сделать сразу же мы ее быстренько зафулим она я так понимаю что по прокачкам стоит столько же сколько и на любая дефолтная пушка ну и по корпусу но давайте наверное возьмем викинг оставим его все таки викинг это тот самый корпус на котором комфортно прожимать можно овердрайв и посмотреть кстати как он будет вообще работать так и возьмем дрончик дрончик что мы можем взять по дронам из интересного но давайте возьмем защитник до чтобы у нас не было дополнительного преимущества по урону и чтобы мы так чисто знаете на спокойном залетели и посмотрели на то что покажет наш замечательный скорпион я уже прозвал эту пушку пусковой установка игра потому что именно на нее она как по мне похоже в сводке ну и самое главное для меня это аркадный режим работает ли он работает ли этот аркадный режим можно ли быть эффективным с ним потому что как работает эта пушка в сводке для меня понятно и самое главное что это пушка очень жестко работает в сводке в том числе тогда когда противник даже находится за стенкой да то есть вам достаточно на одну миллисекунду поймать брен почему я не понял почему я свистись не могу я нажимаю а вот сводка пошла вам достаточно хотя бы одну миллисекундочку поймать противника и дальше уюю с автонаводка офигеть просто с автонаводочкой летят а перезарядка у меня супер долго я думаю чё за прикол я думаю почему так долго не могу так аркадные выстрелы с проверяем что у нас паркаде аркада у нас как смока короче накидывает контентовые плюшечки насколько только часто они у нас залетают ну в принципе вы мне кажется чуть 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 делали побыстрее чуть чуть побыстрее исходя из того что у нас было до этого сделали чуточку побыстрее и и самое главное вы посмотрите на каком большом расстоянии можно тушить да то есть даже обычный выстрел на каком большом расстоянии залетает сводка если противник не передвигается никуда то залетает четко в цель да но только с большого расстояния с близи вы можете даже не пробовать сводиться это полный бред и шансов на нее у вас не будет но кстати вот такая карта как стадион я считаю что должна хорошо подходить но и понятное дело что если нормально карта ляжет то вы можете даже и несколько танков уничтожить так здесь противник передвигается передвигается и все равно автонаводка его достигает 2 600 урона без дополнительной ддшки 1400 обычный урон 1300 обычный урон с обычной тычки я считаю что это очень большое количество урона если честно и плюс нужно понимать что вы после обычных тычек почему сводка не работает как-то очень непонятно иногда сводка себя действует так ну и здесь ракеточки завито контента вы также у меня поступила короче информация насчет этой замечательной пушки о том что в скором будущем на нее будут уже новые устройства и я так понимаю что эти устройства будут за кристаллы будет устройство по типу там ближней дальности то есть угол будет меняться у вашей пушки она будет работать немножко по-другому да то есть будет какие-то альтернативные варианты которые орех уже придумал но то что автонаводка работает это конечно супер жесткая тема это прям безумная жесть да то есть я сразу и исходя вот из этого могу сказать что точно эту пушку чуть-чуть апнули на гонке вооружения она была послабее сейчас она выглядит поинтереснее пожестче и я хочу прожать овердрайв на витинге надо посмотреть что будет с овердрайвом потому что типа вот такой залетать должен да по идее на откатик назад дал да у на какой-нибудь осадочки может вообще сочно залететь не так попробуем сейчас прожать овердрайв и забрать еще один овердрайв на центре ой она такими плюшками плюхает ну это такой себе такой себе я думал жестче будет если честно я думал будет пожестче ну такими плюшечками знаете ну как бы неплохо наверное но не супер жестко не супер жестко не аркадная можно так сказать не аркадная пушечка я конечно думал что в аркаде с викинга овердрайвом будет прям знаете такой контент жесткий я думал что будет прям контент жесткий но так здесь уже ближняя дальность и конечно на такую ближнюю дальность она не залетает то есть грубо говоря это просто пушка дальнего боя страйкер который накидывает выстрелы через верх и в дальнейшем может быть даже появится устройство которое будет накидывать этот дамаг не через верх а напрямки и соответственно тогда дальность с этим устройством будет намного намного лучше то есть но также эта функция то что вам достаточно хотя бы чуть-чуть подсвестись в противник и потом у вас уже залетает фулс водка конечно жесткая вещь не знаю как она будет в дальнейшем реализовываться конечно и насколько она будет актуально ну и я если честно очень рад тому что эта пушка не выглядит им боль да то есть это не супер знаете перебалансированная какая-то пушка которая там супер жесткая либо супер слабая то есть она выглядит как такая средняя пушечка да то есть это как будто смока плюс страйкер только только страйкер с другими характеристиками и смока которая стреляет подольше но зато на расстоянии наносит максимальное количество урона то есть то что вот с большого расстояния ты можешь стычки нанести максимальный урон это очень круто может быть конечно в дальнейшем это пофиксят и она не будет так уже наносить урон но то что выглядит сейчас наверное интересно да интересно по геймплею точно интересная пушка точно интересная но и не имбовая то есть на ней большое количество игроков играть во первых первое время даже не сможет потому что пушка появляется у нас только в раннем доступе на и не надо пожалуйста там писать комментариях что мол там типа ты там играешь на пушки там никого и нету это всего лишь обзорчик друзья расценивайте это как обзор обзор пушки они как то что я там играю и буду играть на ней всегда и буду там типа ни у кого нету я буду на ней гонять и буду там бесить типов не нет такой цели я таким не занимаюсь главное посмотреть как она работает да и ведь по передвижаюсь по передвижай передвигающимся целям такой кислячок 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 именно надо по стоячим вот по таким вот бойцам как он там стоит вот так вот просто сводочку чуть поймала дальше уже пофиг просто рядом с ним где то наводишься даже если уничтожают все равно торпеда залетает интересно сколько там ракет всего в ней но тяжелый танк должен уничтожать то есть если тяжелый танк должен уничтожать то это 8000 урона по танку который и не имеет дашки либо если он имеет дашки то со сводки значит у вас должно залетать 8 ракет по 500 урона на то есть это будет 4000 тяжелый танк уничтожался будет реработать эта пушка против джаггера но наверное в теории может овердрайвом например там просто стычек можно на ней будет накидывать но я не думаю что она будет супер эмболи но при любом раскладе да вот исходя из того что я вижу может быть конечно появятся какие-то крутые устройства на эту пушку на и тогда с этими крутыми устройствами она начнет себе супер жестко показывать но такими характеристиками это будет просто среднего баланса пушечка это конечно же меня не может не радовать я думаю что многих не может не радовать потому что вы знаете что у нас очень сильно любят делать новые пушки сразу жесткой им бой и она сильно бьет по балансу да как например было с теслой вы помните да что было с устройством на медленные шарики да и как мы это обузили а здесь выглядит как какая хорошая дефолтная сбалансированная пушечка и это очень-очень симпатично симпатично как-то так я рад я рад тому что у нас что-то появляется новое не совсем конечно для меня понятно именно на сегодняшний день выход вот этой пушки да то есть я считаю что но в принципе наверное как игровой геймплей как игровая валюта можно так сказать на виде новые пушки это наверное нормально но я больше бы наверное был на сегодняшний день задумывался бы о решении проблем которые есть в нашей замечательной игре ну как то так как то так посмотрим посмотрим на устройство будем ожидать их выход и надеяться на то что что-то интересное нам разработчики преподнесут пока что тут только есть адреналинчик ну и по балансику нормально пойдете пойдете пишите что вы думаете по поводу этой пушки пишите как вам она что вы думаете исходя из этого видеоролика согласны ли вы с моей точки зрения если не согласна то напишите почему и что вы думаете поддерживать обязательный данный видеоролик лайком за оперативность за скорость да еще я так понимаю на этот момент времени никто видеоролик не выпустил как всегда работаем работаем ребяточки работаем поэтому по лайкозаврику на данный видос подписочку на кого еще не не оформили тоже оформлять но и также не забываем про так создателя контента который находится не в магазине а в настройках игры в аккаунтике мой личный так это так темп и устанавливаете его вот так вот бэм сделали и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 300 такой на вся информация по этому поводу есть в описании а у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока